Борьба, я считаю, порочная. Такую вещь, как ММА. Вольная борьба против ударки. Просто уничтожение ударной техники, понимаете? Ой, аккуратно ударил подбородок ногой. Хорошо проходили удары сегодня прямой с ноги. Вот это ты ему чуть не ляпнул. Чтобы нокаутировать человека и снести ему башку. Три тюрьмы, результат налицо. Пидорская прическа. Тебе как, блядь, дадут фанеру, блядь. Кому-то что-то не нравится, меня это не касается. Парни, готовьтесь все, я вас всех разорву. Но это мы еще посмотрим, как бы. За базаром я всегда свяжу и отвечаю. Пишите свои комментарии, вот вы увидите, кто в финале будет, ребята. Всем привет! Вы смотрите бойцовское реалити-шоу «Мясорубка» на канале «Боди Мания». Парни из двух команд и двух весовых категорий борются за два чемпионских пояса. Хочу получить пояс, просто для себя доказать самому себе, что я что-то могу. Напомним вам о партнерах проекта, которые поддерживают ребят на всем их бойцовском пути. Вяленое мясо «Мясури» лучшее мясо, которое я пробовал. В белорусской картошке самое оно. По промокоду «Боди Мания» вы получите 15% подарок от «Миссури». Акция действует три дня с момента выхода ролика. Все ссылки в описании. Бренд Sports Technologies Laboratory. Инновационные пептидные комплексы поддерживают команду «Ислама». Качественное и сбалансированное спортивное питание «Генетик Лаб» помогает команде «Наиля». Доставка здоровой и полезной еды «Инферно Китчен» помогает ребятам восстанавливать силы после тренировок. Это и вкусно, и полезно. Ссылка в описании. А теперь давайте посмотрим, как прошла тренировка в клубе «Зебра». Сейчас будем работать над контролем в партере, но с ударами. Вы всегда должны понимать, что ММА – это не бразильское джиу-джитсу, не просто борьба вольная, не классика. Это борьба с ударами. И удары должны быть всегда. Как только есть возможность у вас соперника в партере ударить, вы должны бить. Сегодня участникам предстоит ударная работа в партере. Главное – не переборщить. Вы на ногах, а он лежит. Вы не думаете, что вы сейчас можете на него спокойно зайти. Я пытаюсь сблизиться. Он меня должен ногами толкать. Бедро, в живот. Оттолкнул. Сразу пытается встать. Отсюда работа. Только толкнули отсюда. Только дистанция появилась. Сразу встаем. Не надо лежать, ждать, пока он к вам опять подойдет. Пока у него будет возможность схватить вас за ногу и так далее, и так далее. Ясно? Не прижимай, а отталкивай. Твоя задача – набрать дистанцию, чтобы ты мог вставить ноги. Вот. Толкай. У меня есть пару человек, которые, по секрету скажу, приходят даже в нетренировочное время сюда. Я, конечно, удивлен одним из наших, я бы сказал, самых слабых бойцов в нашей команде. Но он приходит, он старается, он тренируется, и у него, в принципе, получается это все постепенно. Спортом начал заниматься недавно, всего лишь меньше года занимаюсь. Сейчас я учусь в медицинской направленности в УЗИ. Знания анатомии мне очень помогли в спорте, и не только анатомии, физиологии. Удары, не забываем удары. Скинули ножку, удар, скинули ножку, удар. Ой, хорош, только не жестко и аккуратно. Сейчас голову поразбиваете друг другу. Давно не занимался реально спортом, и вот сейчас хочу чуть-чуть размяться, так сказать. Хорошо, хорошо, молодец. Я пришел на проект, чтобы заработать денег, подкачать себя как спортсмена, показать свою харизму, набрать аудиторию в инстаграме, и чтобы вы меня смотрели. One lap. Город мой, это тот город, в котором три тюрьмы и ни одного театра. Ну, собственно, результат налицо. Приехал в Москву, в городе все нежные. Никто никогда жестко, мощно не тренировался. Я хочу пожелать всем держать спину во время схватки со мной и держать удары, мощные. Никто не особо не выделяется там силой или еще чем-то. Все ребята примерно на одном уровне. Все молодцы, все стараются, все хотят выиграть. Самое главное характер и стремление. Сила, техника, это очень важно. Но самое важное, это характер и твое стремление к победе. Что у тебя в голове? Нет сильных ребят, нет сильных духом ребят. Я из того города, где длинные у тебя волосы, есть ребята с длинными волосами. Питерская прическа. Тебе как, блядь, дадут фанеру, блядь, а ты упадешь. Парни, готовьтесь все, я вас всех разорву. 10 секунд! Вот это ты ему чуть не ляпнул. Закончится проект Мясорубка 2. Я буду в дальнейшем выступать по ММА и дальше, дальше, дальше посмотрим, как получится. Вольная борьба против ударки, просто уничтожение ударной техники, понимаете? Нюансы, да, которые вот вы сейчас, ну может быть мало кто, но использовали, пытались. Он на спине, я на ногах. Кто быстрее будет разворачиваться? Почему вы не забегаете вправо-влево, не ловите противоходы? Я пошел сюда, сюда. То есть вот, я его просто запутал, вправо-влево. Он не успеет так быстро за мной двигаться на спине и разворачивать ко мне ноги. Вам остается просто что? Сделали движение сюда, сюда, сюда. Ноги протянули, вот. И все, и вы сбоку отсюда работаем. Ислам Каримов не делает никому поблажек. Ребят, которые не приходят на тренировку, которые опаздывают на тренировку. Это все скоро на вас очень сильно скажется, поэтому давайте, прекращайте. На груди сидите, плечи выше поднимите, не наваливайтесь на соперника. Я вижу здесь сильных людей. Я вижу сильных людей, которые тоже пытаются доказать себе что-то. Я один из их числа. Контроль и забивание. Ноги подтягивай теперь. Да, отталкивай. Ой, аккуратно ударил подбородок ногой. Я считаю, что этот проект действительно очень многое может дать каждому. Кто-то может быть не уверен в себе, а кто-то просто может быть хоть потянуть какие-то навыки. Я считаю, это все имеет место быть. Мне очень приятно быть частью этого. И на будущее, ребят, сорян, но это жизнь, это опыт. И принимайте его таким, какой он есть. Голову отталкивай, ногами наоборот не прижимай, а оттягивай ноги под себя. Руку пробуй прихватывать, которая стоит, мастить пробуй. Я работаю в основном от соперника. Если я вижу, что соперник хочет жестко со мной поработать, я в принципе не против жестко поработать. А так, когда будет соревнование в клетке, то пощады не будет никому. Ни мне, ни моему сопернику. Да куда ты на него крутишься? Бог толка его. Есть маленькая фишка, которую я потом вам покажу не на камеру, чтобы вы знали только-только о своей команде, ребята, знали. 30 секунд, давай, концовочка! Противоположной команде, команде Наиля, хочу сказать, ребятки, не расслабляйтесь. У нас тут все очень серьезно и все идет полным ходом. Самое время посмотреть, что происходит в Аликс Фитнесе. Там собралась не менее мощная компания. Ислам мой тренер. Он не только мой тренер, он очень хороший друг старший. Я постараюсь за эти два месяца передать им свои знания, чтобы они себя проявили достойно. Я хочу победить, чтобы доказать себе, что я лучший и что я действительно иду в том направлении, что создаю то тело, которое у меня здесь и все мои мечты сбываются. И главное об этом мечтать и думать об этом. И все будет хорошо. В принципе, в жизни нужно стремиться к лучшему. Естественно, я хочу победить и оправдать переживания своих близких, друзей и тех, кто за меня болеет. Победить в проекте, чтобы дальше продолжать заниматься ММА. Продолжение следует... В том, чтобы нокаутировать человека и снести ему башку, а не играть на очки или постараться залежать противника, грубо говоря, без борьбы. Ну и борьба, я считаю, порочная, такую вещь, как ММА. Потому что это в основном делается для зрелища. Бой идет ради фанатов и весь упор я ставлю на то, чтобы бой был зрелищный. Больше бы я хотел показать зрелищные максимально бои, чтобы они нравились людям и им нравилось за этим наблюдать. Работаю я водителем грузового эвакуатора. На данный момент лишен права управления. У меня много свободного времени. Поэтому я самостоятельно занимаюсь спортом и решил участвовать в этом проекте. Планирую в ближайшем будущем вернуть водительскую удостоверение, продолжить работу. 10 ноября все эти парни будут биться команда на команду по правилам ММА. В ваших руках повлиять на турнирную сетку? Напишите в комментариях, кто с кем должен биться на турнире. И мы обязательно прислушаемся к вашему мнению. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok